Всем привет! Как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. В эфире Универ Ньюс, и я Дмитрий Леонтьев. Мы начинаем! За свой французский не извиняемся. Студенты КФУ осваивают еще больше иностранных языков. Об этом не стоит молчать. Мы имеем право на многое. Существует множество причин изучить французский язык. Знание французского открывает большие возможности и помогает активно развиваться. Как студенту познакомиться с миром на французском, расскажет Аделя Мухамедшина. Буквально недавно между КФУ и посольством Франции в Российской Федерации было подписано соглашение о создании на базе университета ресурсного центра французского языка. И результат не заставил себя долго ждать. 22 сентября состоялось торжественное открытие новейшей структуры КФУ. Это большое событие не только для Казанского федерального университета, но и для всей нашей республики, поскольку у нас уже хорошие, добрые отношения и связи многолетние с Французской республикой Татарстана. И Казанского университета очень много интересных проводится мероприятий. Приезжает много французских гостей сюда здесь бывает. И вы знаете, у нас вот это открытие этого центра, я думаю, послужит хорошим импульсом для развития этих отношений в первую очередь. Открытие ресурсного центра в значительной степени повысит уровень продвижения французского языка в университете и создаст мультиязычную среду. Если наши выпускники, наши студенты будут знать не только английский, но и другие языки, это, конечно, значительно поднимет их конкурентоспособность на рынке труда. Мы уделяем особое внимание тому, чтобы наши студенты знали не только один язык иностранный, а как минимум два, а лучше три. Планы у нового ресурсного центра входят расширение возможностей прохождения стажировок во Франции. Теперь студентам КФУ всегда доступна актуальная информация о французских стипендиальных программах и культурно-образовательных проектах посольства Франции. В рамках сотрудничества с посольством Франции следует отметить, что ресурсный центр несет также особые задачи. Помимо лингвистического сотрудничества, организации каких-то мероприятий для преподавателей французского языка для студентов, это прежде всего доносить до студентов актуальную информацию о стипендиях французского правительства, дать возможность молодым ученым, студентам, которые хотят действительно добиться чего-то в этой жизни, проходить стажировки во Франции. То есть, всю актуальную информацию напрямую, чтобы с первых рук она попадала к нашим студентам КФУ. Стоит отметить, что открытие в КФУ ресурсного центра французского языка приурочено к важным датам, которые будут отмечаться в этом году. 50-летию начала взаимодействия между Москвой и Парижем в сфере космоса, а также 300-летию с момента визита Петра I во Францию. И, кстати, сотрудничество с Францией на этом не завершается. Уже осенью этого года в Париже будет торжественно открыт Российский духовно-культурный центр. Аделя Мухаммедшина, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Свои исследования и разработки представили иностранные ученые, выигравшие грант на форуме «Наука будущего». На Всероссийском научном форуме «Молодых ученых. Наука будущего. Наука молодых» объявили победителя конкурса на получение мегагранта. Ученые защитили свои проекты и получили финансирование. О своих исследованиях и разработках иностранные ученые рассказали студентам и молодым специалистам. Задача форума – привлечение студентов к решению актуальных современных научных задач. Здесь ученые поделились своим опытом с молодыми специалистами на сессии «Наука о жизни и медицине». Когда каждый ученый занят какой-то своей узкой тематикой, он находится в своей лаборатории большую часть своей жизни. И чтобы не происходило замыкание этой системы, для того, чтобы ученые узнавали много новой информации, самый лучший способ – это живое общение. И нет ничего лучше, чем поехать на конференцию, услышать замечательные доклады, посмотреть постерные сессии. Напомним, что послушать лекции ученых может каждый, желающий на форуме «Наука будущего» до 23 сентября. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». С 4 по 8 октября в Казани состоится пятый конгресс российского общества преподавателей русского языка и литературы. 600 ведущих ученых-филологов, преподавателей школ, вузов из 77 городов России проведут свои заседания в трех лицеях Казани, в том числе лицея имени Лобачевского КФУ. В рамках Международного форума «Наука будущего» в Казанском федеральном университете названы победители пятого конкурса научных мегагрантов правительства России. Ученые Казанского федерального университета вошли в число победителей, которые получат многомиллионные гранты от правительства России. В планах Министерства образования и науки ввести на этапе поступления в аспирантуру конкурс «Портфолио». Этот вопрос был поднят на форуме «Наука будущего». В Казани вандалы сломали уличное пианино на Баумана. Полиция ведет поиски хулиганов. С 22 по 24 сентября на базе молодежного центра «Волга» пройдет спартакиада среди студенческих трудовых отрядов Татарстана. Представители профессиональных объединений выявят сильнейших в легкой атлетике, стритболе, мини-футболе, перетягивании каната и шахматах. Яна Мартынова открыла в Казани школу плавания. Как отмечает спортсменка, тренировки в ее школе проходят по уникальной американской методике. Жители Казани пересядут с машин на велосипеды. 22 сентября в Казани отмечают день без автомобиля, а также состоится велоквест. Казань получила поддержку от индустрии моды в голосовании Центробанка. Бренд модной одежды с национальным татарским колоритом «Абау» выпустил лимитированную серию толстовок с принтами 200-рублевых банкнот в поддержку казанских символов. Казань примет суперфинал World of Tanks. Финал самой престижной танковой лиги едет в столицу Татарстана. В стенах КФУ состоялась очередная международная конференция к 50-летию международных пактов ООН по правам человека. Подробности далее. В этот раз кафедра международного и европейского права собрала ведущих представителей юридического сообщества из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Таких, к примеру, как Бельгия, Азербайджан и Казахстан. Обсуждаемые на этом событии темой стали права человека в современном мире. Закладами выступали как практикующие правоохранители, так и теоретики из ведущих вузов мира. Старт конференции дала уполномоченный по правам человека в республике Татарстан царья Сабурская. Она рассказала, как обстоят дела с защитой прав человека в Татарстане. Со времени принятия на Генассамблее ООН в 66-м году прошлого века пактов по правам человека минуло 50 лет. И вот этот 50-летний юбилей – это в определенном смысле повод для подведения некоторых итогов в сфере международной защиты прав человека, осмысления тех проблем, которые существуют на сегодняшний день, в том числе с точки зрения соблюдения прав человека, тех международных стандартов, которые закреплены в этих международных актах, и о практике конкретных государств в сфере судебной защиты прав человека, конкретных механизмов этой защиты. Поэтому, наверное, этим вопросом прежде всего посвящена сегодняшняя конференция. Секция «Науки о земле, экологии и рациональной природопользовании» второй международной научной конференции «Наука будущего» привлекла в стены Казанского федерального ведущих специалистов этой области страны и мира. Прежде всего, площадка ценится за возможность обмена опытом между молодыми специалистами. Для них выступление здесь – это уникальная возможность сделать новый шаг в своей научной карьере и перенять опыт у своих старших коллег. Впечатления самые положительные. Конференция организована блестяще. Здесь очень много серьезных специалистов. Самое главное, что здесь есть возможность молодым, только начинающим в науке, свой путь сотрудникам, аспирантам, студентам, многому научиться, многое узнать, пообщаться, задать вопросы, которые, может быть, они стесняются задавать на лекциях. Здесь очень демократичная обстановка, что тоже в науке это очень важно. Поэтому мне самое положительное впечатление. Я очень признателен организатором и, конечно же, специалистом, работающим в Казанском университете за такую хорошую организацию. Надеюсь, что мы еще будем общаться. Программа, предложенная участникам конференции, удивляет своим размахом. В три дня уложилось 31 выступление профессоров, докторов и кандидатов наук и 47 докладов, авторами которых являются молодые ученые. Темы разнятся от биогеохимии до современных проблем исследования Арктики. Я работаю в секции науки о земле и, конечно, все темы, которые мне близки, связаны с наукой о земле. Но в первую очередь, я гидролог по специальности, занимаюсь оценками риска наводнений, прогнозами наводнений. Вот эти вот темы для меня наиболее интересны были. И здесь было несколько интересных докладов на эту тему. Самое главное то, что все гости более чем довольны казанским гостеприимством. И каждый из них высказывает желание вернуться сюда вновь. Тем более, речь идет о продвижении науки и воспитании молодых ученых. Сергей Гуров, Роман Самарин, Универ Ньюс. КФУ вновь открыл двери для любителей всего нового и интересного. Акцией «Ночь будущего» стала уже четвертой серией цикла образовательных интенсивов. Про наука в КФУ. В очередной раз эксперты в доступной форме делились с гостями мероприятия актуальными знаниями в самых разных сферах. Там все самые молекулы говорят, слушайте, нам тут тесно, а вот там нас мало. Поехали туда и начинают видеть как-то. Научный перформанс от самого Альберта Эйнштейна лишь мала часть акции «Ночь будущего». В очередной раз все неравнодушные к науке жители Казани смогли на одну ночь почувствовать себя студентом старейшего вуза России. Образовательный интенсив от КФУ – уникальная возможность оценить все новейшие разработки Казанского университета и каждый раз ею пользуются все больше желающих. Заметный ажиотаж в холле Уникса – прямое тому подтверждение. На самом деле подобные мероприятия меня поражают. То есть, как сейчас рассказывается про биологию, потом будет про медиакоммуникации и различные такие темы, которые, в принципе, доступны для всех. Но у них нет площадок, где бы они это могли изучить по моему интернету. А здесь же представители индустрии, ну, академической, рассказывают достаточно интересные вещи и доступным языком. Четвертая серия про науки в КФУ выдалась наиболее масштабной. Свои стенды представили практически все институты и подразделения вуза. Высшая школа информационных технологий и информационных систем дала гостям возможность окунуться в виртуальную реальность с помощью симулятора гонок на болиде «Камаз-мастер» по живописной трассе «Париж-Дакар». А на другом этаже собравшихся ожидал мастер-класс по оригами – искусству, зародившемуся в монастырях древней Японии. Оригами развивает легкую моторику рук, логическое мышление. И, ну, как сказать, это еще расценивается как искусство, нежели науки. Собравшиеся в этот день в Униксе также могли посетить лекции от ведущих экспертов КФУ и узнать, что нас ждет в будущем. Директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов раскрыл тайность воловых клеток, а руководитель Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский рассказал о влиянии новых технологий на медиасферу. Медиа – это сложные технологии, это очень сложные процедуры, процессы и прочее, но на выходе для зрителя, для читателя – это всегда авторы, это ведущие, это люди, это медиаперсоны. Вот что мы сегодня и делаем. Такой медийной персоной в этот вечер стал один из самых популярных телеведущих Татарстана Константин Куранов, который дал мастер-класс по истории журналистики в Казанском университете «Знай наших». Леонид Григорьевич Толчинский, ну, можно сказать, сделал революцию. Мы очень гордимся тем, кто старые кадры факультета журналистики, гордимся тем, что у нас есть теперь человек, который очень близко принял к сердцу эту работу. За информацией о предстоящих интенсивах «Про наука» в КФУ следите на главном сайте ВУЗа. Диана Авакян, Ленар Тавлитьяров, Универнус. А на сегодня у меня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова